Привет, с вами я, Идскрайбер, и у нас очередная порция от Скрайб Ньюс. Да, покупателям придется забыть про Алиэкспресс. Почему? Как удалось выяснить, вскоре покупателям придется навсегда забыть про Алиэкспресс. Нет, конечно, покупать там по-прежнему будет возможно, но делать это станет экономически нецелесообразно, потому что гораздо дешевле будет отправиться в ближайший магазин и совершить покупки именно там. Все из-за того, чего хочет добиться ФТС. Итак, как известно, ФТС, Федеральная таможенная служба, предложила, чтобы все покупки из зарубежных магазинов нужно было обложить таможенной пошлиной. Для этого следует снизить порог пошлиного ввоза в страну до нуля, а сам налог в размере 30% от стоимости любых покупок взимать в момент оплаты, чтобы покупатель оплачивал его сразу при покупке чего-либо. В таком случае удастся обеспечить единое, абсолютно честное условие конкуренции с отечественными магазинами, уверены чиновники. По мнению ФТС, в настоящее время зарубежный онлайн-магазин не платит никаких налогов в бюджет РФ, а ограничиваясь в редких случаях лишь затратами на оплату доставки по российской территории. Это создает неравные условия для бизнеса, потому что все отечественные торговые точки на территории страны оказываются в заведомо более плохих условиях, так как они обязаны платить налоги, а их зарубежные конкуренты совсем нет. Кроме того, таможенная РФ хочет создать единое правовое поле для всех представителей рынка интернет-торговли, то есть чтобы размер налогообложений был абсолютно одинаковым. Ожидается, что полная отмена беспошлиного ввоза в России, в том числе товаров с Алиэкспресс, начнет активно обсуждаться в российском правительстве в 2019 году. И, скорее всего, депутаты поддержат эту идею, потому что ее реализация обеспечит приток сотен миллиардов рублей прибыли в бюджет государства ежегодно. Таможенная служба, правда, не учитывает некоторые нюансы того, что с Алиэкспресс товар приходится ждать около месяца или более-менее и так далее. Плюс товар может потеряться где-то в дороге, если у вас брат, то там различные заморочки и так далее. То есть много нюансов таких вот. И пишите, друзья, вы, что думаете по поводу этой новости. Я, честно говоря, не очень рад, но мне кажется, все-таки мы найдем выход из этой ситуации. Мы же все-таки Россия. Все нормально будет, все отлично, товарчики будут приходить и все будет супер. Пишите любой комментарий, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на этот канал, если вы еще не подписались. С вами был я, Эд Скрайбер, и это был Скрайб Ньюс.